Девушки отдыхают Они даже запустили руки в Белый дом В Италии даже бывший премьер-министр был обвинен в связи с мафией А его помощник, сенатор, был застрелен Сегодня бывшие мафиози по обе стороны океана поведают свою историю Они убьют любого просто так, и мой долг – все рассказать Силы правопорядка ведут с мафией войну, нанося удары организованной преступности Они остаются мощнейшей преступной сетью в Америке Взлет и падение мафии Обет молчания Долгие годы прошлой мафии было неизвестно простым смертным Но сейчас влиятельные мафиози предают синдикат и начинают говорить Джозеф Джо Докс и Ануци – клан Гамбина Местонахождение засекречено Преступная карьера Джо Докса связала его с одним из крупнейших кланов Нью-Йорка Он предал мафию, когда его чуть не забили до смерти И теперь скрывается, опасаясь за свою жизнь Он вспоминает былые дни Мы жили как в раю, на всем готовом Мы тратили деньги в казино Люди осаждали нас Они боялись нас Уважали и выполняли все Доминик Монтилио, клан Гамбино Местонахождение засекречено Монтилио тоже предал мафию после того, как его заказали, опасаясь, что он заговорит Сейчас у него другая жизнь Но он помнит, как рос в лоне семьи, тесно связанной с первыми людьми американской мафии Я вырос с этим И считал, что это круто Мои друзья разъезжали на Кадиллаках Носили кольца с бриллиантами Понимаете? Я был пацаном Меня прельщала беззаботная жизнь Томасо Бушетто, клан Санта-Мария, Ди Шезу, Сицилия Местонахождение засекречено Бушетто считают важнейшим свидетелем против мафии Италии и Соединенных Штатов Теперь он дает эксклюзивное интервью Как и все другие, я клялся в верности Коза Ностри И был верен ей 40 лет Бушетто был крупным мафиози, пока его племянников и сыновей не убили междуусобицы Затем он сдался и стал важнейшим в истории свидетелем против мафии в Италии и Соединенных Штатах Его защищают как свидетеля, и он не открывает лица и страха мести тех людей, которым он поклялся в верности Томасо Бушетто был крупнейшим сицилийским мафиози в Соединенных Штатах Но никто из агентов не знал о Бушетто Никто не следил за сицилийцами, и те спокойно торговали героином Бушетто жил на разных материках Ему известна история Коза Ностри в Америке и на Сицилии И он может в целом рассказать ее органам правопорядка Сицилия 19 века, родина современной мафии Коллеги Бушетто, первые мафиози, были казначеями сюзеренов, защищавших и богатевших за счет вассалов И крестьян, живших на их земле На этих, казалось, обычных землях скрывалось тайное общество, завоевавшее в итоге два континента Итальянцы прибыли в Америку в начале 20 века в поисках лучшей жизни Среди них были преступники, привезшие свои преступные обычаи на новую родину Многие заняли квартал Нью-Йорка, маленькой Италии, известный сегодня как Гарлем Джо Коффи работал в отделе по борьбе с организованной преступностью Его жизнь и карьера посвящены изучению и преследованию мафии Когда итальянцы переехали сюда, то сначала поселились в этом районе Это маленькая Италия, которой итальянцы восточного Гарлема управляли с самого первого дня То есть с начала 30-х до конца 80-х и начала 90-х Суровые зимы Манхэттена в начале столетия Смогла пережить семья Лучиана из Палермы Их преступный сын стал известен как первый крестный отец мафии Счастливчик Лучиана Одним из немногих живых, знакомых основателей американской мафии является Томасо Бошетто Он казался чудесным человеком Настолько идеальным, что забыв о всех зверствах мафии, убийствах и прочих жестокостях Он был со всех сторон джентльменом В 20-х годах, когда спиртное было вне закона Основанная Лучиана преступная сеть не применила нагреться на этом непопулярном законе Лучиана и его соратники сумели расширить и укрепить влиятельный преступный синдикат Сначала они занимались охраной и сколотили себе состояние на подпольных казино, ростовщичестве и продаже спиртного Незаконная торговля, вероятно, была их основным источником доходов Алкоголь привозили на кораблях со всего света Доходы от продажи спиртного помогли мафии значительно усилить свое влияние Мафия укрепила свои позиции в Америке во время сухого закона Если вернуться в те годы, именно тогда они начали развивать отношения с политиками в разных городах Нью-Йорк-Сити, Чикаго, Буффало Полиция не дала части спиртного попасть на улицы Америки Но агент ФБР Лу Шидлира знает, сколько они пропустили Время запрета усилило их финансовую мощь в главных городах Соединенных Штатов И Нью-Йорк был одним из них После отмены закона они использовали свои влияния и деньги, чтобы подкупить чиновников в профсоюзах города Они сумели закрыть бетонную компанию и бастовали, когда в грузовиках высыхал цемент Цемент быстро высыхает, и в итоге в грузовике полно твердого цемента Они смогли установить контроль над целой отраслью через профсоюзы Это, возможно, самое уязвимое место в нашей законодательной системе И в эту систему влезла мафия Если вам подвластен председатель профсоюза, вам подвластна вся индустрия Коррупция в профсоюзах – личный опыт бывшего агента по борьбе с преступностью Джо Кофи Мой отец был главой профсоюза в Нью-Йорке Местной группы 804 К нему пришли бандиты и предложили отдать профсоюз в руки мафии Он и его партнеры отказались За что его пытались убить на пороге нашего дома на углу 3-й авеню и 38-й улицы Это событие потрясло молодого Кофи С 8 лет я стремился стать тем, кем в итоге стал, и, слава Богу, мне это удалось Почти все дети в квартале хотели стать умными парнями Немногие становились копами Выбор был один Доминик Монтирио и Джо и Ануци стали умными парнями Мой отец был букмекером Я был ребенком и все время ходил с ним Я хотел быть таким, как он Я видел, как к нему относились Его уважали, его боялись Это домашний фильм семьи под защитой мафии Домини гуляет с мамой и отчимом Его жизнь изменилась за пару лет До этого, когда его настоящий отец не захотел работать на мафию Мой отец не был, не хотел быть гангстером Мои дяди захотели, чтобы он оказал им услугу Оформил липовую страховку на машину Он отказался За это его изгнали из семьи, а мне приказали не общаться с ним Мне тогда было всего 11 лет Мама тогда сказала Вам нельзя видеться На семейном сборе Монтирио вокруг него были только бандиты Его дядя Нина Гаджи, влиятельный мафиози, взял мальчика под свою опеку Он просто украл племянника у матери Он воспитал его как приемного сына Сегодня Монтирио отрекся от преступного мира Но 30 лет назад он стал одним из людей мафии Для которого страх и почитание были основой кодекса чести Человек чести обязан, кроме убийства и насилия, быть хорошим семьянином Добрым отцом Уважать своих родителей Не красть И всегда искать пути Примирения двух спорщиков Каждый гангстер мечтает о вступлении в ряды мафии Что в самом клане называют призванием Этот процесс может занять не один год И все это время за кандидатом пристально следят Призвание требует абсолютной верности и повиновения до и после инициации Вам дают задание кого-то убить И вы должны выполнить его, если хотите стать одним из них Вы должны трудиться Если вам говорят Джо, разберись с этим Вы исполняете приказ Джо, разберись с тем Вы делаете, что просит, что бы это ни было На одном из первых заданий от клана Гамбина Джо Догс Лично убедился, как мафия управляет профсоюзами Когда его отправили работать на строительстве сиротского приюта Босс всех уволил Чтобы избавиться от старосты А на его место поставили меня Хотя я не состоял в профсоюзе Затем всех приняли обратно Но старостой уже был я Я был бригадиром и старостой Я вымогал деньги у наших поставщиков И так вот зарабатывал Мафия надругалась над традиционной ролью профсоюзов И во многих отраслях уничтожила механизм свободного рынка Они запретили людям свободно конкурировать во многих отраслях Именно они душили рабочий народ Если мы хотели открыть ресторан в центре города То не могли нанимать работников по своему усмотрению Не могли выбрать фирму по установке торговых автоматов Не могли выбрать того, кто будет стирать наши скатерти Вследствие чего появились транспортные и складские монополии В швейном квартале и на рыбном рынке Фултона Ничто не строилось в Нью-Йорке без взяток и рэкета Фултонский рыбный рынок Нью-Йорка Был цитаделью мафии Пока в конце 90-х его не забрала городская администрация Но рэкет процветал и в других отраслях Приехала машина с койками для сиротского дома Трейлер подали к дому и нам понадобились грузчики Мои боссы поехали в центр и собрали там несколько чернокожих Я вмешался, ведь я был бригадиром Я попросил их показать членские карточки Карточек не было и они не могли работать Водитель и один из боссов подошли ко мне и сунули тысячу долларов, чтобы я позволил неграм разгрузить трейлер Вот что значит рэкет Они разбивали окна новых построек, чтобы затем их профсоюзы вставили новые и наживались на этом Один из парней, Мордоворот, делал это лучше всех Они промышляли рэкетом, управляли профсоюзами, следили за строительством во всей митрополии Они заправляли азартными играми и расставщичеством Они подчинили себе заведение общепита, прачечное, и все было в их руках Бывшие члены и компаньоны мафии жили в преступном мире бесконечного насилия, вымогательства и повиновения Однажды ко мне приехал дядя и прочитал лекцию о том, что у меня будет семья и мне нужна работа, чтобы ее прокормить Он купил автомастерскую в Бруклине и спросил, хочу ли я владеть ею за 200 баксов в неделю И я сказал, да Он ответил, каждую пятницу вечером Ты должен ездить в Манхэттен к Чаку Он владел одним рестораном И брать по 40 баксов И я сказал, да, конечно Сначала я не делал ничего тяжелого, так разные мелочи В основном тряс душу из людей Одному ломал ногу, другому челюсть Я был крутым Постепенно я стал собирать все больше, больше и больше денег И вскоре собирал проценты по всем кредитам моего отца Однажды он снова пришел и попросил кое-кого убить Просто подложить взрывное устройство одному парню И я сказал, что согласен Вас просят убить А ради признания Вы сделаете все, что требует клан Вы должны были кого-то убить для того, чтобы вас приняли Причина была проста Убив кого-то, вы больше не угроза для клана Вы не обратитесь в полицию, потому что совершили убийство И это может осложнить вашу жизнь Глава клана оценивает партнеров и выбирает несколько из них Томасо Бэшетто описывает тайную церемонию посвящения Меня спросили, хочу ли я служить своему роду Я сказал, да Смогу ли я перенести боль И я сказал, да Смогу ли я держать в тайне то, о чем никто не должен знать И я сказал, да Затем они вонзили в палец иглу Обогрили моей кровью изображение святого И подожгли в моих руках, взяв с меня клятву Что в случае предательства Моя плоть будет гореть, как этот святой Основой тайной церемонии является обет верности и молчания Амерта Разглашение секретов мафии каралось смертью В Америке мафию назвали Коза Ностра Коза Ностра означает наше дело Структура клана Коза Ностры построена на внутрисемейных отношениях клана Босс, разумеется, стоял во главе У него был заместитель Затем следовали канцелиери, как при режиме капа Каждый из которых отвечал за 10 воинов Воины приносили деньги У них были свои подчиненные, которые добывали деньги Передаваемые по цепочке самому боссу В начале эры запрета по Америке прошла волна насилия Когда главари кланов воевали с полицией И другими кланами за получение контроля В этом учебном фильме ФБР Агенты инсценировали успешную операцию против гангстеров Но междуусобицей мешали мафии Они прекращали приток доходов с нелегальной деятельности Это надо было изменить После снятия запрета так и случилось Ральф Солерно был в числе первых полицейских Увидевших, как реорганизовывался преступный синдикат Я стал полицейским в 1946 году И структура преступных кланов в Нью-Йорке И везде была та же, что и в 1931-м Когда разгорелась крупная война Между враждующими кланами Когда счастливчик Лучиана и его союзники Убили главарей других кланов Он сказал Убивая друг друга, мы не делаем деньги Мы слишком заняты собой Заключим перемирие Лучиана стал невенчанным царем американской мафии И заправлял всем От незаконной торговли и проституции До наркотиков и расставщичества Чтобы усилить свою власть Он созвал съезд главарей в Атлантик-Сити Они приехали из Чикаго, Лос-Анджелеса Из Филадельфии, Флориды, Нью-Йорка Они встретились в Атлантик-Сити И создали так называемый комитет Вито Дженовезе Счастливчик Лучиана и Майер Лански Стали основателями комитета Тайного правительства мафии Они были лидерами империи Которая в зените своего могущества Влияла практически на всех Аспекты жизни человека Комитет работал 60 лет И возможно, именно благодаря ему Преступный синдикат Коза Ностра Стал самой влиятельной преступной организацией В истории этой страны С помощью комитета мафия могла спокойно направить Все усилия на свою преступную деятельность И не враждовать друг с другом Теперь ни один главарь мафии не мог быть убит Без разрешения комитета Созданные комитетом правила Десятки лет позволяли мафии Проникать в законный бизнес В профсоюзы Политические организации Сознанием того, что существует орган Который разрешит все разногласия Организация процветала Деньги позволяли им подкупать полицию Политиков, судей Но многие считают, что их можно было остановить Если бы вмешалось Федеральное бюро расследований Более 30 лет Публикуя статьи о мафии В Нью-Йорк Таймс Сельвин Раап отлично знает Насколько влиятельны они были Главная проблема правопорядка И организованной преступности в Америке Связана с человеком по имени Джей Эдгар Хувер Ответом на проблем азартных игр Должно быть общественное мнение Которое на местном уровне С помощью местных органов правопорядка Устранит эту угрозу Джей Эдгар Хувер Возглавлял ФБР более 50 лет Многие говорят, что лучшего директора ФБР Преступным картелем не сыскать Его нежелание преследовать мафию И устранить их тотальный контроль Игорного бизнеса Отчасти объяснялось опасением Что агентов ФБР подкупят Как это случилось в других агентствах Хувер понимал, что начав процесс Объявив охоту на картели Появляется опасность подкупа Они сорили деньгами И подкупали людей ФБР почти не мешало А полиции Нью-Йорка в то время Нужны были деньги Много денег Хоть что-то И подкупить копов было несложно Они подкупали судей, полицейских, юристов, политиков Без взяток они не смогли бы работать И никогда бы не достигли таких размеров Но, возможно, невзяточничество помешало Хуверу преследовать картели Мистер Толсон По-моему, необходимо увеличить снимки агентов Из Арканзас Сегодня многие признают, что Хувер был гомосексуалистом И мафия пользовалась этим Чтобы держать его на привязи Поскольку у него была связь С его помощником по имени Клайд Толсон Неужели легендарного Эдгара Хувера шантажировала мафия? Да, так сегодня считают многие представители правопорядка Игорный бизнес – это зло Оно развращает молодых и разбивает жизни взрослых Оно поощряет другие преступления Мошенничество, грабеж и даже убийства На публике Джей Эдгар Хувер Говорил о вреде игорного бизнеса Которым все цело управляли преступные картели Но в жизни директор ФБР регулярно делал ставки Здесь его видели с помощником Клайдом Толсоном Говорят, что мафия даже советовала Хуверу На кого ставить Хувер и ФБР были единственным национальным правоохранительным органом Который мог прикрыть картели и уничтожить мафию Еще в зародыши в 30-е, 40-е, 50-е годы А Хувер позволил ей расти и процветать Поэтому клан стал столь важным, влиятельным и мощным в Соединенных Штатах Мы не могли устроить облаву на гангстеров Потому что федеральное правительство и ФБР Хувера Не хотели сотрудничать и отказывались проводить расследования Нам не помогали Иногда облаву устраивали В 30-е годы Дьюи, прокурор Нью-Йорка, первый задержал и посадил крупную криминальную фигуру Чарльза Лучиана Прокурор Дьюи ловит новых, до сих пор неуловимых главарей мафии И поставил ошеломляющий рекорд Успех Дьюи в Нью-Йорке был одной из редких попыток преследовать главарей мафии Но эта инициатива не нашла общенародной поддержки Джей Эдгар Хувер, почти 50 лет стоявший во главе ФБР С начала 20-х до 1972 года, когда он скончался Не признавал существование организованной преступности Эксперты признают, что позиция Хувера Позволила американской мафии бесконтрольно развиваться с 20-х годов Однако, сицилийской мафии грозило поражение от рук итальянского диктатора Бенита Муссолини Муссолини стремился к абсолютной власти Муссолини стремился к власти, и такие организации, как мафия Были его соперниками, которых он уничтожал Чезаре Мори был известен как железный кулак Муссолини Забил... Чистка Муссолини сильно подорвала позиции мафии В июле 40-го года Италия вступила в войну Муссолини она принесла поражение Но за 6 тысяч километров от него счастливчик Лучиана вышел на свободу Он отсидел 4 года по обвинению в сутенерстве Когда сама история оказала ему услугу Сегодня, как и в дни 17-го года, американский народ готовится к новому испытанию Сумбарины... Сумбарины плавали вблизи Нью-Йоркской гавани Капитан Энтони Марслоу служил на флоте во время Второй мировой войны Гитлер выигрывал, не проигрывал Его сумбарины были грозой Восточного моря За 3 месяца мы потеряли 137 кораблей В порту Нью-Йорка французский лайнер «Норманди» был превращен в военный корабль и внезапно взлетел на воздух Морская разведка посчитала, что это дело рук нацистов Чем смогла воспользоваться мафия? Что нужно сделать, чтобы избежать нового саботажа? В этой ситуации смышленые друзья счастливчика Лучиана и прежде всего Майер Лански подали идею морской разведки Командир тогда сказал Мы сделаем все, чтобы спасти своих ребят Вначале я был против Заданием Марслоу была сверхсекретная операция с целью защитить порты на Восточном побережье с помощью членов мафии Нам выделяли людей, очень зорких И в случае диверсии или саботажа Они его пресекали и ставили нас в известность Они отлично справлялись Официальной версией взрыва Нормандии была неисправность Но многие тогда сомневались Хотя все предположения саботажа отклонены властями, инцидент кажется очень странным Позднее Лучиана в мемуарах, изданных после его смерти, утверждал Что Нормандий был заминирован мафией с целью вынудить морскую разведку Обратиться за помощью к бандитам Не саботаж? Сомневаюсь То, что Лучиана выдает чуть ли не за героя войны, защищавшего порты Нью-Йорка от диверсий Полный бред Это ложь, навязанная правительством После войны Лучиан освободили и выслали в Италию Он выиграл свободу И логично предположить, что ему дали свободу в обмен на оказанные услуги Захват альянсом Сицилии в 43-м году положил конец Муссолини и освободил мафиози, томившихся в тюрьме Бенито 21 год был фашистом Цезарем Вот что думают его соотечественники Мафия обратила ситуацию в свою пользу Сицилийская Коза Ностра вызвалась помочь американским солдатам И те беспрепятственно заняли позиции на Сицилии Когда местные мафиози сказали Не сопротивляйтесь, нужно избавиться от немцев Их не так легко подкупить, как американцев Итальянская армия испарилась И захват Сицилии прошел гораздо быстрее, чем планировалось Газеты принесли жителям Объединенных Наций сенсационные вести о войне Италия сдалась После войны мафия не теряла времени На свободе мафиози быстро вернули себе власть на местном уровне Промышляя рэкетом магазинов и прилавков на этом рынке Об этом известно даже путеводителю 50-х годов Говорят, что центральным рынком Палермо владеет мафия Подпольная сеть, состоящая из бандитов И глубоко уважаемых граждан, считающих, что Сицилия Должна служить сицилийцем, а не центральному правительству в далеком Риме Мафии удалось повлиять на послевоенные выборы в Сицилии Политики работали на их благо, а не на благо правительства Главное было завести друзей в мэрии и, конечно, в полиции И в других важных для них организациях, чтобы свободно работать на своей территории После войны Италия пережила возрождение мафии Вступившей в преступный союз с местными и народными политиками Главари мафии управляли Сицилией Мы те, кто помог ослабить сопротивление, должны получить доходные места В числе первых был дон Калагера Витцини Мафиози становились мэрами Сначала они скрывались в тени, а потом сидели в мэриях После войны в состав правительства попал и Сальва Лимма Позже ставший мэром Палермо Многое указывает на то, что голосом мафии, выражавшим ее точку зрения, был Сальва Лимма Мафия поддержала его на выборах Сначала еще премнее на пост мэра, а позднее народного депутата Такая позиция власти была взаимовыгодна Лимме и мафии Сумевшей собрать тысячи голосов своим политикам За это политики оказывали услуги через правительство в Риме Судьи были подкуплены, а мафиози оставались на свободе Но Лимма сдал позиции после процесса Когда не сумел снять обвинения с одного из главарей Его застрелили в 94-м году Голоса давали прежде всего исключительно в обмен на услуги, в которых нуждалась мафия В 57-м году американская и сицилийская мафия Провели в Палермо ряд тайных совещаний, чтобы обсудить будущее Прибыли американские крестные отцы Джо, Баннано и счастливчик Лучиано, живший тогда в Италии Бушетта рассказывает, что на одном собрании, в этом ресторане, традиции сицилийской мафии изменились навсегда Мы говорили о комитете и его структуре в Америке В Италии было допущено много бессмысленной жестокости Лучиано и Бананно сказали, что прекратить насилие сможет комитет по образу американского На тех собраниях создание комитета было не единственной ключевой темой Там же присутствовал будущий лидер сицилийской мафии Одним из первых, вступивший в международную торговлю наркотиками Гайтано Бадаламенти Не продавая ни наркотики С послевоенного времени В Соединенных Штатах не возникла бы проблема героина Из-за них большую часть героина ввозили и продавали в Соединенных Штатах И они покрывали местные торговые сети Через месяц после собрания в Палермо, в ноябре 1957 года Все кланы Америки собрались на тайном съезде в Апалачиан, штат Нью-Йорк Местные боссы разделились во мнениях о наркотиках Но дебаты были прерваны набегом городской полиции Местный патрульный из города Апалачиан в штате Нью-Йорк Наткнулся на странное собрание Он заметил сотни машин, стоявших у сельского домика в Апалачиан Когда он зашел узнать, что происходит, люди стали прыгать из окон Оказалось, что в этом доме собралось около сотни человек После арестов заработали суды В коридорах которых репортеры расспрашивали подсудимых о собрании в Апалачиан Это правда, что вы сказали, будто больше не хотите слышать об Апалачиан? И впервые один из мафиози нарушил Амерту, обет молчания Наш первый свидетель Джозеф Валачи Он отбывает срок в федеральной тюрьме по приговору, вынесенному этим судом Опасаясь за жизнь, Джо Валачи рассказал Конгрессу о существовании организованной преступности в Америке Живи с пистолетом и с ножом, и умри от пистолета и ножа Он, так сказать, мой крестный отец То есть, он мой крестный отец По каким критериям, каким способом, кого избрали крестным отцом мафии? Джо Бананно Отношение к мафии изменилось в 60-х, когда Джо Валачи стал первым, кто нарушил Амерту Хувер больше не мог умалчивать факты И процесс пошел Я могу кое-что сказать, сенатор? То, что я вам здесь говорю Я могу замолчать и больше ничего не говорить Все, что я говорю сейчас, все, что я открываю вам, прессе, людям Это моя смерть Несмотря на свой страх и 100 тысяч долларов, предложенных мафии за его голову Валачи дожил до 71 года, когда умер от рака Несмотря на его показания, другие члены мафии сохранили обет молчания Между тем, политический курс изменился Новый президент Линдон Джонсон думал о другом Джонсон не делал акцента на преступности Многие уходили из департамента юстиции Их назначил Роберт Кеннеди А в Джонсоне они разочаровались И число дней активных расследований, свидетельских показаний, самих судебных процессов Существенно сократились Правосудие застыло Бездеятельность органов правопорядка была на руку последователям счастливчика Лучиана Счастливчику Лучиана не повезло, он умер от инфаркта в аэропорту Неаполя Но король рэкетиров, как его прозвали в Нью-Йорке На похоронах в Неаполе собралась вся верхушка мафии Снимки бывших гангстеров сделали американские агенты Что вызвало протесты Его похоронили на английском кладбище в Неаполе Место Лучиана в Соединенных Штатах занял скромный сицилиец Карло Гамбино Он стал самым влиятельным мафиози в Америке Гамбино стал лидером Или Капо де Тутти Капо отцом всех отцов Он был крайне овоятелен Хотя не тратил деньги, заработанные при жизни Он вел очень скромную жизнь И не кичился своими деньгами Он был уважаемый человек Но еще и жестокий убийца При Гамбино мафия усилила контроль Законного бизнеса Грузовыми перевозками в швейном квартале Нью-Йорка И строительством на территории Манхэттена Доки, портовые грузчики и швейный квартал В котором работал Карло Гамбино Он следил за перевозками Он следил за всем Что грузовики ввозили и вывозили из швейного квартала Именно во время Гамбино Мафия ближе всего подобралась к экономике и политике Многие утверждали, что мафия смогла повлиять на итоги президентских выборов По-моему, нет сомнений в том Что на гонку в 60-го года между Кеннеди и Никсоном Отчасти повлияла Коза Ностра Мафия Они даже запустили руки в Белый дом На них работали люди, которым они платили В органах правопорядка и в политических кругах Которые управляли правопорядком Ведь туда в основном попадали по протекции политиков Мы должны выбрать человека, которого волнует проблема Америки Голосуйте за Джона Кеннеди Именно политическая зависимость превратила их в то Кем они стали и кем отчасти являются сегодня Всю жизнь, сражаясь с мафией и часто сталкиваясь с влиятельными лидерами нью-йоркских кланов Джок Кофи превратился в угрозу, которую мафия захотела устранить Много лет назад меня хотели подкупить Они прислали посредника Сотни тысяч долларов в чемодане Я решительно отказался от взятки Иначе я не сидел бы с вами А дел бы номерные знаки в тюрьме Невозможно целиком искоренить влияние мафии на полицию На органы правопорядка, в целом и на политиков Всегда найдется человек, который ради денег согласится сделать что-то нелегальное С 1960 года до середины 70-х Под руководством легендарного Карла Гамбина мафия Вовсю пользовалась продажностью политиков Тихо скончавшись В 76 году он оставил за собой экономически и политически мощную преступную империю Он умер естественной смертью Ни разу не был арестован Огромное число гангстеров и бандитов Родственников и друзей съехалось на его похороны В церковь Бруклина В церкви уместилось 3-4-5 тысяч человек Похороны Гамбина увенчали его правление Его охоронили как короля Лидеры мафии со всей Америки собрались в Манхэттене, чтобы почтить его память Со смертью Карла Гамбина появился новый лидер Новый отец всех отцов Его Шурин, Пол Кастеллано Он унаследовал должность отца клана Гамбина по желанию Карла Гамбина Его кузена и зятя Перед смертью Гамбина пожелал, чтобы Кастеллано возглавил клан Кастеллано был крупным человеком В отличие от хрупкого Гамбина И как крестный отец культивировал образ бизнесмена По-моему, Пол Кастеллано был хорошим человеком, джентльменом Я любил Пола, он всегда прекрасно ко мне относился Но он не был жестоким человеком Превосходным бизнесменом, да Но... Он не гангстером Доминик Монтили с детства знал Пола Кастеллано Тот часто приезжал в дом его дяди Нино Гаджи Как старший член семьи Нино принимал участие в тайной церемонии посвящения Пола Кастеллано Как нового главы клана Нино сказал, сегодня посвящение Пола Я ответил, что вы от меня хотите Он сказал, ты должен стоять у окна гостиной И следить за аллеей И входной дверью Он сказал, в семь прибудет фракция Манхэттена Они были второй половиной клана Гамбина Клан Гамбина разделился Одна фракция манхэттенская выдвинула кандидатуру Теневого дельца Нила Белокротча Но фракция Бруклина, включая дядю Монтилио Поддержала Кастеллано Все остальные считали, что Аниелло Делокротча Должен стать боссом Но слово Гамбина закон, даже если он мертв И выбрали Кастеллано Дядя сказал, оружие запрещено Но я спрячу пистолет под столом Если услышишь выстрелы Убей всех, кто выбежит из комнаты Наши ребята уже будут мертвы Все длилось 15-20 минут Они разошлись полюбовно Ко мне постучались, и я опустил дядю к себе Он сказал, теперь Пол наш босс С Кастеллано во главе клана Монтирио Ближе всего оказался у власти И вскоре заглянул в темное сердце преступного мира Его дядя Нино Гаджи поручил ему защищать интересы клана Гамбино Приглядывая за командой личных убийц мафии Который заправлял Рой Ди Мео Он хотел, чтобы кто-то из близких, кому он доверял Присматривал за шайкой Ди Мео И убедился, что его не обманывают И отправляют все деньги, которые обязаны пересылать По пятницам я забирал деньги у Роя Ди Мео для дяди Примерно 150-200 тысяч долларов в неделю И я называл то место отелем ужасов Шайка Ди Мео жила в квартире над борделем близняшки Куда Монтирио ездил раз в неделю, чтобы забрать деньги для дяди Нино Гаджи Членами банды были убийцы и опытные угонщики Такие поборники мафии, как Крис Харви Розенберг Человек, которого не убивали, шел по длинному коридору Когда он входил в небольшую приемную Крис Харви Розенберг в одних трусах прыгал к нему И вонзал нож в сердце Он не любил пачкать одежду И раздевался до трусов В то же время Рой Ди Мео пересекал комнату, вынимая пистолет с глушителем И стрелял жертве в голову Которую затем обматывал тюрбаном или полотенцем Чтобы кровь не забрызгала комнату Они любили убивать Они этим жили Они хотели убивать, им это нравилось Я могу войти и сразу понять, что за неделю они никого не убили Настолько они были подавлены А однажды я пришел, как обычно, в пятницу за деньгами для дяди Дверь в ванной была приоткрыта И там, головой вниз, висели два тела с перерезанными глотками В такие моменты банда иногда заказывала пиццу, сосиски Мы ели спагетти с фрикадельками Я взглянул на Роя Ди Мео и спросил Кто висит в душе? Он ответил Два болвана Они ужинать не будут Затем они разрезали тело на девять кусков Складывали в коробки Заворачивали и выносили вместе с мусором Мусор каждый собирала машина И увозила на свалку фаунте на виню Помните, что это Нью-Йорк Поэтому всего за какие-то 3-4 часа на трупах Собиралось 30 тонн мусора Они считали, если нет трупов, нет убийства и нет преследований Устрашающая структура власти Созданная и вскормленная продажными политиками Позволила мафии пустить свои корни в самом сердце двух стран Пройдут десятки лет до того, как органы правопорядка пошатнут ее положение Понадобилось много времени, чтобы понять структуру кланов Кто стоял во главе, как они проникали в экономику Какова финансовая структура Коза Ностры И как они действовали Это время пришло только в 80-х годах Когда законодатели Выпустили новый закон Позволявший судить целой семьи на одном процессе Появилась программа защиты свидетелей Сохранявшая безопасность людей Готовых рисковать жизнью, чтобы дать показания против мафии Мы сумели найти свидетелей, решивших нарушить обет молчания Данные ими Коза Ностры И это позволило намного лучше понять Законы и обычаи членов Коза Ностры Они бы никого не осудили, не будь нас у них Тех, кто там был Все видел, работал и общался с другими Я не предатель, наоборот, предали меня В 1984 году мафию потрясло решение Томаса Бушетте выдать ее секреты Он заговорил, потому что его семья стала жертвой бандитской войны Насилие, которое, по его мнению, противоречит кодексу мафии Бушетте и другие свидетели после него Стали поворотным моментом в борьбе с организованной преступностью И открыли путь ряду крупных процессов в Италии и Соединенных Штатах Осудивших больше влиятельных мафиози, чем когда-либо Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok